Уважаемые коллеги, добрый день. Уважаемый Валерий Петрович, здравствуйте. Я напоминаю, что мы продолжаем серию вебинаров непрерывного профессионального образования. И в этой серии мы обсуждаем вопросы детской неврологии. И любезно согласился с нами встречаться, отвечать на наши вопросы, заведующий кафедрой неврологии детского возраста Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук, профессор Валерий Петрович Зыков. Добрый день. В прошлый раз мы с вами обсуждали проблему, связанную с перилетикулярными кровоизлияниями. Мне кажется, что будет логично, если мы продолжим тему кровоизлияния, но в этой ситуации как вы смотрите, если я предложу, чтобы сегодня мы осветили такие вопросы, которые связаны с геморрагическим инсультом. И вообще нередко нам задают вопросы и родители, и коллеги, неужели инсульты бывают у детей, неужели инсульты могут быть в нанотальном периоде. Вот как вы считаете, это проблема вообще? Стоит посвятить сегодняшний вебинар? Логическое продолжение. ПВК о недоношенных каким-то, да, стоит некоторым таким блоком от инсультов, а на самом деле это в последней монографии инсульты церброскулярной болезни, вы спущенные под единой Международной ассоциацией детских неврологов. Дается хорошая глава по кровоизлияниям, и как раз там рассматриваются как инсульты. ПВК это те же инсулярные, кровоизлияния инсульты. Это же кровоизлияние, да. А что такое инсульт? Наскоку, да. Почему кровоизлияние у взрослых на фоне гипертонической болезни в ту же периметрикулярную область с формированием гематом, со смещением срединным структур, не называют ПВК? По примеру, на вооружах. Там называют геморрагический инсульт подкорковой области. Поэтому это тоже инсульт, его можно назвать даже перинатальный геморрагический инсульт. То есть это синоним, если мы говорим о... Практически синоним. Просто дополняется ПВК недоношенных. Почему? Потому что оно чаще и как бы... Ну и, наверное, говорят о недоношенных, как о той группе пациентов, у которых... Высоченного риска ПВК. Да. В силу особенностей строения сосудистой стены. Система перевентрикуляции. Изменения, да, на фоне гемодинамики. Резистентность не справляется. Плюс там же еще вот Джозеф Вольпе описывал. И венозный статус имеет значение. У тех же новорожденных. В норме в мозге один к двум. Значит, один объем артериальный, два венозные. И вот венозная система предрасполагает еще к чему? Вот этой... По быстрому развитию гидроцефалии она развивается. То есть артериальный развиток рождения. А венозная имеет еще профнатальное развитие. Формирование дренажей. Часть синусов, она еще не полая. Достаточно развиты пахеоновые грануляции. То есть система оттока. Венозный, да. Венозный ритворный дренаж еще развивается. Не совершается совершенно. Еще в течение двух лет. Поэтому бывает и быстрый рост желудочной системы физиологической, что часто идет, как... Трактуется как гидроцефалия. Я к вопросу о том, что, да, кровеносная церебральная гемодинамика еще формируется постнотально. Именно в плане венозной. И только после месяца объем кровотока артериальный и венозный, вот, один к одному рождается. И один к двум, наконец, становится после первых месяцев. И то еще это индивидуально. То есть нагрузка на венозную и ликорную систему выше, чем у детей после года. И вот здесь я бы что хотел сказать, что геморрагический инсульт, он будет также иметь те же факторы. Это артериевенозные мальформации, инсульты. Это гемофилии, заболевания крови. Это лейкозы. Это чаще спорхнидальные грузли они дают. Затем у нас идут такие факторы, как дисфункции соединительной ткани. Тоже могут быть вот эти генетические. Опять же, гомоцистенуиды, гомоцистенурия. Но вот удары их рассматривают отдельно, травматические. Как черепно-мозговой травмой, в принципе, ряд кровоизлияний идет оболоченный, подоболоченный, чаще больше травматический фактор. Их называют просто действительно травматическое кровоизлияние, не пишут как консоль. Значит, Владимир Петрович, получается, что к факторам риска мы относим в этой группе в целом... Самые частые, да, артериевенозные мальформации. Мальформации. Да. Сосудистые мальформации. Реже варианты, связанные с генетическими факторами. Гемофилии. Гематологическая группа. Нарушение обмена веществ. В частности, вы вспоминали гомоцистенуиды. Гомоцистенуиды. Нарушение метаболизма, но это как вторично. Вторично при инфекциях, особенно диффузное кровоизлияние, при герпесе, герпетическом энцефалите. Причем это уже постнатальная инфекция. Да, я имею в виду, да, вот у детей старшие месяцы жизни. Это, опять же, ДВС, синдром при тяжелых различных заболеваниях, как уже это вторичные геморралии. Но первично можно еще раз сказать сосудистые повреждениям информации, артериевенозные, венозные, артериальные аневризмы. Опять же, что требует хирургических решений. Но в большинстве случаев мы это понимаем тогда, когда уже инсульт состоялся. Ведь проблема-то заключается в том, что это бывает случайная находка, крайне редкая, когда мы видим информацию при плановом обследовании. Чаще дети поступают уже состоявшимся инсультом. Это да. Первый самый частый симптом – это кровоизлияние. Субархноидальное или субархноидально-принхематозное. Которое протекает, опять же, с судорогами, с опором, бомой. Это неотложная неврология. Попадают дети в реанимацию. Если нейросинография проводится без исследования сосудистого русла, мы ведь мальформацию не заметим, если доктор не используется? Если доктор не используется, мы ее увидим в какой-то структурный очаг неясный. То есть все равно можно заподозрить? Можно заподозрить. Это зона с другой плотностью. От подготовленности специалиста, от развуковой диагностики. Безусловно. И любые вопросы надо проводить МРТ-ангиографию. Потому что если это кровоизлияние субархноидально-принхематозное, однозначно, что там в предхимии разорвалось, это нужно искать. Кровоизлияние в опухоли есть. И кровь опять же будет распространяться и подтечет желудочковую систему. Валерий Петрович, ну вот из тех методов диагностики, о которых мы сейчас с вами уже вспомнили, нейросонография, магниторезонансная томография, сосудистым усилением, значит, контрастирование. А самые рутинные, часто используемые, допустим, любальная функция, здесь показаны или нет? Безусловно, поступает ребенок, он поступит в сударе в приемное отделение. Вот надо сразу сказать, вот вы говорили, насколько часто инсульты, геморрагические инсульты вообще. Я вспоминал цифру по Южному округу, по Москве мы смотрели, 8 на 100 тысяч населения. Из них геморрагических, ну вот я скажу, там, где-то 2 к 1 идет. Вот, то есть геморрагии меньше, как и у взрослых, но вот эта разница у взрослых, там, 4 к 1, 5 к 1, у детей, особенно на первом году жизни, вообще 1 к 1 ишемия геморрагии. Вот мальформация имеет такое свойство на первом году, и болезни крови, они уже проявляют себя на первом году жизни. Вот это вот особенности, как бы педиатрам тоже полезно знать. Затем он, вызов будет, да, судороги и нарушение сознания. И ввиду привезут в приемный покой, педиатр встретит этого ребенка, вскоре приведет с диагнозом судороги и эпистатус. И что самое важное, именно вот у детей грудного возраста мы анализировали клинику нигиальных теней. Субархонидальный круздрианин по классике дает нигиальный симптом. А ребенка привезут с эпистатусом, а тоническая кома, менингиальных уже не будет. Рыбничек будет выбухать, а менингиальных нет. Здесь еще очень полезна консультация окулиста. Именно у детей грудного возраста в результате нарушения венозного, то есть не нарушения, а такой дисфункции физиологического венозного, дренажа, ликвародинамических особенностей, круздрианин на глазном не развивается. У детей грудного возраста и у всех. Это особенность оттока из глазов внутри венозных синусов. Это раз. И лимбальная пункция. Безусловно, этот метод номер один – диагноз. Во-первых, свежая кровь и диагноз менингида. Валерий Петрович, а вот в этой ситуации ребенок, допустим, в коме, либо у него судороги, нет возможности проведения МРТ, либо КТ. Лимбальная пункция не может быть провокатором для впленения, если вдруг какой-то другой процесс. А ведь судороги – это ведь синдром, он может встречаться при любых патологических процессах. Есть противопоказания к лимбальной пункции, почему еще окулис важен. Застойный диск. Но вот есть опасения, что, возможно, при застое, если опухоль резко выводит лимбр, будет вклинение. Но под дренажом небольшое количество всегда можно взять. То есть, в любом случае, мы обязательно привлекаем в этой ситуации окулиста. Окулиста, если застойный диск, опять же, нас консилирует с нейрохирургами, если нет компьютера. Старый метод одномерный эхо еще можно где-то применить, если вообще ничего нет, под рукой. Потому что смещение срединых структур тоже противопоказание. Надо вести на компьютер в любой центр, чтобы провести исследование. Если застойный диск и смещение срединых структур. Один из двух даже этих симптомов. Противопоказание для любой пункции. Понятно. Ну и исходы. Как можно охарактеризовать, либо по степеням тяжести, либо по локализации, прогноз? Прогноз, опять же, от степени повреждения мозга. И функционально значимые зоны. Если панкематозный крызлянь затрагивает лоб, это поведение, это движение расстройства. Соответственно, если доминантная полушария, это и нарушение речи, впоследствии и крайне тяжелые. Если повреждается и кора, и подкорка. Чем массивнее очаг? Подкорка тоже в структуру участвует в формировании речи. То речь может даже и не встановиться. Так называемый феномен фазии моторной и сенсорной. Может быть, тотальная фазия. Если у ребенка билатеральный геморраж, еще тяжелее прогноз. Вплоть до тетропорезов. Практически клиника церебрального прогреча двойногими, полигея с нарушением речи. Есть понятие, если было кровозлияние, еще настолько диффузное, повреждается еще средний мозг. Это характерно чаще для травматических. Но у нас есть дети с летальными исходами при кровозлияниях. Не успевают спасти клинение и нарушение сердечно-сосудистой системы. Исходы крайне тяжелые при массивных геморрагиях. Особенно при гигантских артериоренозных мальформациях. При небольших мальформациях и так называемых нефункционально значимых зонах. Вот сейчас у меня сразу вспомнился географическая картинка. Ребенок 10 лет. Мальформация не в доминантном полушарии. Тоже лоб. Кровозлияние с проникновением части крови в ликвар. В ликваре нашли свежую кровь. По компьютеру кровозлияние. Следующая тактика. Отдали нейрохирургам показания. Много притоков. Что делают хирурги? Они смотрят, как ее выключать клипсами. Или эмболами они заводят туда. Как это разбрасывают. Для тромбирования. Потом ангиография. Смотришь, она практически не включена в кровоток. Сейчас ребенку уже закончил институт. И до сих пор этот держится эффект. То есть вовремя эмболизация и клипирование мальформации. И может быть длительный, замечательный прогноз. То есть вовремя установлен диагноз. Своевременно проведена нейрохирургическая совместная. Уникальные техники. В институте нейрохирургии Бурденко проводятся эти операции. И длительные, замечательные исходы. А без операции риск повторной геморрагии в три раза выше. Понятно. В три раза выше. И здесь вот хочется что еще сказать. Вы задали вопрос. Можно ли до, так называемый, холодный период с мальформацией. Это могут быть судороги. В левых конечностях или в правых. Как вот говорят, есть понятие фокальная эпилепсия. Могут быть судороги. Дебют. А причина мальформация. Еще к разлиянию случилось. Но она или она расслаивается. Или оказывает давление. Или обкрадывание кровотока. Нарушается функционирование. Метаболизм мозга проявляется в виде судорог. То есть поначалу как будто бы ишемия. А потом она уже проявится геморрагическим. Потом есть так называемый симптом еще псевдоопухоли. Гемипарез развивается. Я сейчас вспоминаю девочку, наблюдали в Бурденко. Гемипарез развивается вроде бы как опухоль. И тяжелые мигрени еще могут быть. Тяжелые мигрени. Вот это признак расслаивания аневризма. Тяжелейшие. Не снимаются практически с препаратами. Это тоже может заставить подумать тяжелые гемикронии об артериальных аневризмах. А вот артериевенозные судорогами, а артериальные аневризмы могут проявляться тяжелыми мигренами. Валерий Петрович, таким образом разнообразные клинические проявления в дебюте непосредственно кровоизлияния должны настраивать лечащего доктора на очень серьезный вариант причин. Вовремя привлекать невролога, проводить специальные методы обследования, МРТ в сосудистом режиме. Если действительно там будет мальформация сосудистая, своевременное оперативное лечение позволит предупредить развитие непосредственно уже инсульта. Безусловно, повторного инсульта. А если нашли мальформацию до, как бы в холодном периоде. Сейчас замечательные техники есть. Я вспомнил свою молодость, когда блаток прямая ангиография. Сейчас и субтракционная, через правое предсердие, с такими прекрасными сериями снимков можно делать. То есть сейчас обследование вышло на такую филигранность, оценка EDC-картирования. То есть риски разрыва смотрят по объему кровотока. Плюс количество включенных в так называемых эфирендах. Это вот как хирурги говорят. Насколько она вот переполнена. Я хочу сказать, что педиатру как может здесь включиться? Понимаете проблему, если было субраконидальное окружение, они не нашли причины. Надо искать. Надо искать дальше. Потому что обычный компьютер, это мало. То нужно посмотреть МРТ ангиографию. Может быть субтракционной ангиографии, вплоть до тотальной. Потому что второй инфульт может быть последний. Вот в чем дело. Или необратимая инвалидность. Сейчас вспоминаю. Девушку в УДНК я смотрел. Одно окружение было, а операцию не сделали. Второе окружение. Уже вечно нарушенный гемипарез. Инвалид по жизни. Плохо сейчас приехала на операцию. Быстрее реагировать. И опять же, вот что значит своевременная диагностика и своевременно проведенное лечение. Это профилактика детской инвалидности. Опять же, заболевание крови. Ничего не нашли. Гематологическое обследование. Оно может быть трудоемкое. Надо куда-то ехать. У родителей убедить. Потому что, когда случается беда, родители активно работают, надо выкроить время. Надо бить. Но чем быстрее, тем лучше. Потому что инсульт – это внезапность на фоне полного здоровья. Пошел играть в футбол. На урок физкультуры. И случилась фотострофа. Валерий Петрович, если позволите, очень короткий итог сегодняшней нашей встречи. Перевентрикулярные кровоизлияния – это тоже инсульт. Это тот же инсульт. Это тоже инсульт. Как вот называется именно для недодошивости. При этом, если речь идет о субэпидемальных, то они, как правило, бессимптомны и не несут. Да, не несут. Поэтому как тут к нему инсульт не применишь. Клинические нагрузки и последствия в исходах. Может быть, действительно, все-таки пока оставить это? Потому что, если мы будем… Ну вот, вы ведь уже… Как бы найти границу, когда врывается, это уже инсульт. Когда кровь прорывается. Ну, инсульт говорит, что если специалист, который проводит нейросонографию, допустим, либо педиатр, который читает заключение врача утеразвуковой диагностики, маме говорит о перевентрикулярном кровоизлиянии, ну не волнуйтесь, оно первой степени. Да, а если мы будем еще говорить, что это инсульт, это совсем будет неправильно воспринято. Поэтому, конечно, грань здесь очень такая тонкая. Но, тем не менее, среди причин геморрагического инсульта на первом месте – это сосудистые мальформации головного мозга. Болезни крови. Болезни крови, нарушение обмена веществ и группа вторичных – посттравматические, инфекционные и так далее. Да, этап разлияния идет комплексным, да, присоединяется к инфекционной и травматической патологии. Да, и во всех этих случаях своевременное установление факторов риска могло бы на этапе еще, когда он не случился, предупредить развитие вот этих тяжелых форм и последствий. Да, да, но, к сожалению, вот холодный период мальформации не у всех он есть, большинство симптомно, к сожалению. Может быть, мы когда-то с вами и будем при, скажем так, относительно безопасных методах исследования, в рутинной практике, при диспансеризации выявлять то, что называется, скринирующими методами. Но это пока только перспектива, будущее. Мы ведь не можем сейчас в качестве скрининга всем детям проводить, допустим, обследование, ну, если есть подозрения по гинекологическому дереву, на наличие гемофилических синдромов, на наличие обмена веществ. Если клиники нету, то, что вы говорите, холодный период. Для этого надо выделять действительно группы рисков. Группа рисков детей, если в семье уже были геморрагии. Кстати, поликистоз почек чаще всего популяции артериальной аллергизмы. Мы опять с вами подходим к такому выводу, что все-таки детальное изучение наследственности, выделение групп риска, это пока на сегодняшний день более действенный инструмент для того, чтобы определиться с тактикой наблюдения за ребенком. И может быть в этой ситуации еще до развития этих проблем проведение специальных методов исследований. Анамнестическим анализом, который позволит действительно выделить группы риска, пренебрегать нельзя. Я думаю, это реальный и нормальный. Ну, если вы не против, наверное, вот на таком позитиве мы должны сегодня закончить нашу встречу. Будем работать. Да, у нас есть над чем трудиться. И в последующих наших беседах, я думаю, что мы этой темы еще раз коснемся. Валерий Петрович, спасибо вам большое. Спасибо. До новых встреч. Ассоциация «Сирано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в новом формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать в свою библиотеку полезной информации. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Сирано» образование станет ближе и удобнее.